МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но не будем бежать впереди паровоза, приступим к делу последовательно, как оно и положено солидным аналитическим программам. Саму пиарку, даже без этого. Коротко о главных темах сегодняшнего проекта. Что там с водичкой? Ответственные службы выдали комментарии по поводу инцидента с отвратительным запахом воды в рязанских квартирах. Надь вам под самые окна, жители 2-й железнодорожной улицы возмущаются здешним принципом размещения мусорных контейнеров. Без воды ни туды, ни сюды, но и платить за нее тоже надо. Работники Рязанского водоканала провели рейд по должникам. Ну а теперь обо всем подробно, конкретно и со всеми дополнительными сведениями, поступившими по поводу всех известий, которые мы намерены сегодня вспомнить. Понятно, не обойдется дело и без репортажей уикенда, снятых вдогонку к основным темам. Начнем с водяного триллера, который не только наблюдала, но и переживала столица области с понедельника и до середины недели. Напомним обстоятельства дела, сложившиеся к среде. День важно подчеркнуть, потому что ситуация менялась быстро, и временные указатели типа «вчера» или «завтра» звучали неизбежно. С вечера понедельника и до утра сегодняшнего дня люди буквально боялись подходить к раковинам. Запах от воды из-под крана шел такой, что руки было страшно мыть, не то, что еду на ней приготовить или чай вскипятить. Вода стала странной, она стала пахнуть очень неприятно, и даже это тогда не останавливало. Ну, в смысле, только не помылась. Ну, там руки помыла, да, и не обратилась. В общем, особо даже не подумала. С утра на следующий день при закрытых окнах пластиковых включаешь воду в ванной, например, да, или на кухне, помещение запахом наполняется, очень неприятно. Вот честно говоря, каждый говорил по-своему. Я училась на санфаке в рязанском меде, поэтому я понимаю, что это гипохлорид был, которым у нас обрабатывают воду, и еще второй запах, ну, честно говоря, больше напоминающий канализацию. Поступило очень много обращений жителей города Рязани на недоброкачественную воду, в частности, на наличие постороннего запаха. Управление Роспотребнадзора дало поручение ФУБУЗа Центра гигиены и эпидемиологии об отборе проб воды, активной воды, в мониторинговых точках. В то же время муниципальному предприятию водоканал города Рязани было предложено ввести усиленный режим по контролю за качеством и безопасностью воды. Ну, все эти мероприятия выполнены. Пробы воды на формальдегид, фенольный индексы, йод, нитраты, нитриты, аммиак, и так далее. Водоканал исследовал даже нетоксичные вещества, как кадры, свинец, ну, и так далее. Никель, вот сульфаты, хлориды, четыреххлористый углерод, хлороформ. Ну, превышение по этим веществам ни в той, ни в другой лаборатории не выявлено. Каких-то конкретных результатов, объясняющих причины столь неприятного запаха питьевой воды, пока нет. Зато теории выдвигаются как народом, так и специалистами самые разные. То водоросли с химикатами в реакцию вступили, то выброс какой-то от травы в реку произошел, а то и совсем мифические догадки выдвигаются. Мол, это в ходе заговора всемирного враги злую бактерию в воду запустили. Хотя официальных известий об отравлении граждан не поступало. Уточним, официальных. Сейчас запах практически пропал, и все же посоветуем рязанцам воду перед употреблением прокипятить. Пить ее из-под крана себе дороже. Впрочем, как и всегда. После того, как репортеры отписали и опубликовали в своих изданиях версии экспертов, случился уже и четверг, а там и заседание Городской думы. Разумеется, тема таинственной водоросли, а также получившей некий инопланетный запах воды, да и прочих душераздирающих вещей, стала пиковой в ходе парламентского обсуждения. Договорились народные избранники до намерения создать специальную, хотя и не чрезвычайную пока, комиссию и довести вопрос о воде и водоросли до логической завершающей точки. Сегодня мы создали комиссию, чтобы выявить те причины, по которым произошли сбои поставки высококачественной воды и те запахи, которые были. Поэтому комиссия внимательно расследует эти причины. Мы также предложили правительству области включить своего представителя в комиссию, администрации города своего представителя и Роспотребнадзору, чтобы в дальнейшем не допустить тех сбоев, которые произошли 23 числа. Продолжаем тему воды, поскольку неделя выдалась с неким H2O-флёром. На днях работники водоканала провели рейд, направленный на разъяснение гражданам прописной истины. За водичку надо платить, а долги накапливать не стоит. Нехорошо это. Так можно и до отключения живительной влаги досидеться. Репортаж Олеся Харлиной продолжает программу. Пятиминутный душ и сотни литров воды, как не бывало. Мытье рук с включенным краном еще 6-8 литров. Еще 6 чистка зубов, чуть больше на приготовлении пищи. Не считая литров выпитого чая или кофе. Несколько литров на влажную уборку. Еще 10 на смыв унитаза. За сутки из одной только квартиры при минимальном расходе утекает по 200 литров воды. Стоит на час отключить воду, как жильцы тут же одолевают звонками, что и почему. Зато когда сотрудники водоканала звонят и напоминают о долгах, а их по всей обслуживаемой территории накопилось более 100 миллионов рублей, никто не спешит оплачивать квитанции. Должны платить. И без предупреждения и прочее. Почему вот люди ездят, предупреждают, платите, пожалуйста. Ну как же, они в магазин заходят, приобретают что-то. Они же платят. То же самое здесь. Поселок Дягилевский, а точнее его жители, буквально стеной держат оборону. И уверяют, что все до одной квитанции незаконны. Жильцы только этого дома, например, задолжали водоканалу 170 тысяч рублей. Нас воды нет, мы с колонки берем воду. За уличную колонку надо тоже платить обязательно по прописанным людям. Это тоже потребление воды, которое подает вам водоканал. Что удивительно, но в число должников часто попадают и вполне благополучные люди, которые, несмотря на показания счетчиков, пытаются доказать свою правду. И абсолютно уверены, что вода, как и воздух, ресурс природный, и за нее можно не платить. На самом деле, количество неплательщиков невелико, процентов 10. Обидно, когда в их числе оказываются владельцы шикарных коттеджей. Можно сказать, что это привычка не платить. Может быть, вы уже обратили внимание, что нас уже знают, потому что мы каждый раз приходим и уведомляем о том, что долг, предлагаем в досудебном порядке урегулировать спор, уведомляем, что мы можем отключить воду за неуплату. Но при этом все равно ситуация никакая не меняется. Люди не понимают главного. Основная задача водоканала – не отрезать воду окончательно и бесповоротно, а помочь людям избавиться от долгов. Хотелось бы сказать о том, что отключение от системы водоснабжения и водоотведения является крайней мерой, применяемой водоканалом. И хотелось бы обратиться к жителям города Рязани о том, чтобы все-таки они оплачивали свои потребленные ресурсы своевременно, в соответствии с законодательством, что нужно делать 10 числа каждого месяца. Продолжая обзор событий недели, нельзя не вспомнить открытие новенького чудо-парка в Дашково-Песочне. Дело было во вторник. До этого мы уже давали материал о том, какой будет эта ландшафтная игрушечка. И вот она, что называется, пошла в люди. Сквер на улице Советской Армии разделен на несколько секторов. Прежде всего, это детская площадка, где малыши смогут покататься на каруселях, горках и полазать по лесенкам. Также в сквере теперь есть сразу 4 спортивные зоны для игры в баскетбол, волейбол и футбол. Также для любителей здорового образа жизни здесь установлены современные силовые тренажеры, турники и брусья. Ну а для тех, кто вышел просто подышать свежим воздухом, проложены пешеходные дорожки и установлены скамейки с фонарями. Что раньше, вот на этом пустыре, наверное, был пустырь, все-таки не площадка, вот сейчас будет? Овраг, овраг был. Овраг, то есть вообще ничего не было здесь, да? Ничего не было. Заросли, деревья, овраг. А, ну а вот сейчас вот мы видим несколько... А сейчас вот это красота, да. Давно бы хотелось такого. И во многих местах, желательно, где овраги. Для детей сделали очень хороший комплекс. Особенно для... Можно играть и с мячом, и побегать, как бы. До этого только в школе можно было этим заниматься, там, в детских садиках. А тут, конечно, очень интересно им будет. Ну, вообще в Дашку-Песочке у нас, конечно, не было таких парков, поэтому, естественно, все сюда будут приходить не только со школы, но и с детьми гулять. Все сюда будут приходить обязательно. Потому что такой парк у нас здесь такого не было никогда. Примерно год назад жители Дашкова-Песочни жаловались, в том числе и губернатор Рязанской области Олегу Ковалеву, на острую нехватку мест отдыха в их родном микрорайоне. Вскоре здесь, на улице Советской Армии, началась стройка торгового центра Европа. В отличие от многих других застройщиков и девелоперов, этот инвестор вышел на городские власти с предложением о благоустройстве пустыря рядом со стройкой. После согласования проекта и полностью за счет средств собственного бизнеса, владельцы торгового центра Европы, на радость местным жителям, превратили в настоящий чудо-сквер, заброшенный овраг на Советской Армии. «Том был проект, основан на заявлении граждан, что здесь были просто руды, которые были в бесходном состоянии, всякая поросль в деревьях, поэтому все эти желания были включены в проект. На основании проекта были признаны все работы по благоустройству, вырубка ненужных порослевок, остались только клены и березы. Хочу сказать, что очень приятно сделать то, что радует глаз. И хотелось бы, чтобы на этих спортивных площадках в будущем родились новые олимпийские чемпионы, которые принесли много золотых медалей». На открытие нового сквера приехал и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Он поздравил жителей Дашковой песочни с обретением нового благоустроенного места отдыха и отметил весомый вклад предпринимателей из торгового центра Европы. «Я очень рад, что нам удалось провести большую серьезную работу с инвестором, который строит вот здесь вот торговый центр. Ради бога, нам нужны торговые центры, и мы должны иметь возможность прийти, купить что хотим. Но нам нужна и социализация бизнеса, который у нас строит жилые дома, торговые центры и так далее. Вот социализация, она как раз и заключается в том, что они выделили городу деньги в сумме порядка 30 миллионов рублей, за которые проведена вот эта работа по благоустройству этого сквера. Мы и впредь готовы поддерживать таких предпринимателей, которые будут относиться к социальным проблемам граждан с большим вниманием». Действительно, при создании этого сквера на улице Советской Армии учитывались пожелания местных жителей. Добавим, что в ближайших планах у городского начальства Рязани установить в новом сквере бюст известного композитора, нашего земляка Григория Александрова. Фестивалем недели стал проект «Российской газеты», организованный изданием в Центральном федеральном округе при поддержке регионального министерства печати и массовых коммуникаций. Пилотной площадкой для него была выбрана Рязанская область, так что на днях было чем погордиться нам, рязанцам. Фото-выставки, мастер-классы, круглые столы было, где нашим коллегам и себя показать, и других посмотреть, да и не только коллегам, а и высокому начальству. Для справки, «Российская газета» – это официальный печатный орган правительства Российской Федерации. После публикации в этом издании вступают в силу все важнейшие государственные документы. Размещаются также новости, репортажи, интервью государственных деятелей, комментарии к официальным документам. По данным на 2010 год, тираж ежедневного выпуска «Российской газеты» составлял более 185 тысяч экземпляров. Печатается «Российская газета» в 44 городах Отечества. Выпуски сопровождаются региональными вкладками и тематическими приложениями. Далее репортаж о высокой встрече в рамках фестиваля. Встреча губернатора и представителей «Российской газеты» прошла в музее-усадьбе академика Павлова. Не случайно. Визит московских гостей совпал с днем рождения великого ученого. В ходе непринужденной беседы деликаты поделились впечатлениями о нашем регионе, о достопримечательностях, сельском хозяйстве и рязанских людях. «Я, конечно, в восторге. Во-первых, первая встреча у меня была с региональными редакторами. Немножко жестковатая, потому что они у вас ребята независимые. И их московская штучка просто так не возьмет. Я им и сказала сразу, я не могу вас научить, вы сложившиеся личности, вы сложившиеся люди. И у нас был такой яркий, острый разговор». В свою очередь Олег Ковалев отметил, что к прессе относится уважительно. Регулярно просматривает публикации в печатных изданиях и размещаемые на телевидении сюжеты. Ведь течение времени меняет журналистику, ровно как и нашу жизнь. И глава региона должен быть в курсе всех последних событий. «Каждое утро я начинаю с того, что просматриваю все, что в интернете, все, что в газетах, все, что на телевидении. Набиваю себе голову потом, исходя из этого материала, или злой, или доброй. Вот. Но отношусь всегда очень внимательно ко всем публикациям, которые есть. Будь то злые, критические, там даже наоборот, стараюсь со вниманием к этому относиться». Журналисты российской газеты пообещали, что познакомят своих читателей с нашим регионом. Расскажут о Рязанщине максимально интересно и во всех красках. Ну а Олег Ковалев пожелал братьям-журналистам творческих успехов и легкого пера. Вы смотрите программу «Время говорить. Итоги недели». Вот что будет во второй ее части. Надя вам под самые окна, жители 2-й железнодорожной улицы возмущаются здешним принципом размещения мусорных контейнеров. Военкомат имени Есенина. В Рязани открыта мемориальная доска на здании, где до революции располагалось воинское присутствие, откуда призывался на Первую мировую Сергей Есенин. Наши победили. Рязанские спецслужбы провели масштабные антитеррористические учения. Продолжаем программу. На этой неделе в Рязанской областной думе прошел правительственный час. Обсуждалась проблема переселения граждан из Ветхого фонда. Темой правительственного часа в стенах Рязанской областной думы стал вопрос о переселении граждан из Ветхого и аварийного жилья. К депутатам с отчетом пришел заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Сергей Семенов. По словам чиновника, для реализации адресной программы по расселению на период с 2013 по 2017 годы правительство региона планирует направить почти 3,5 миллиарда рублей. Это средства из фонда реформирования ЖКХ и бюджета области. Сейчас уже получили новое жилье почти полторы тысячи человек и до конца года будут переселены еще более 300. Таким образом программа по переселению в нынешнем году будет выполнена в срок. На первом этапе у нас уже на сегодняшний день, программа 2013-2014 года, расселено 85% жителей из аварийного жилья. 85%. И мы прекрасно понимаем и знаем, что до конца года эта программа будет реализована. На втором этапе, 2014-2015 год, на сегодняшний день во всех уже муниципальных образованиях строятся квартирные жилые дома. Депутаты интересовались системой информирования жителей, проживающих в предназначенных для расселения аварийных домах. Так депутат Игорь Трубицын напомнил об обязательном требовании Минстроя России разместить на них специальные информационные таблички с конкретным сроком расселения и призвал региональных чиновников ускорить работу по их установке. Рязанская область входит в пятерку регионов, где работа по расселению аварийных домов ведется наиболее успешно. Однако количество непригодного жилья остается значительным. Тем более, что добавятся дома, признанные аварийными, уже после 2012 года. Реестр будет готов в 2015-м. Это значит, что появятся новые областные программы переселения. И как было заявлено, часть новых квартир будет предоставляться уже на условиях социального найма. Продолжает программу репортаж, снятый в четверг на улице 2-й Железнодорожная. Перед этим разгневанные здешние жители сообщили нам, что, дескать, происходит беззаконие. Мусорные контейнеры пытаются установить прямо под окнами, как говорится, в непосредственной близости. Хотя, по всем нормам, стоять эти самые контейнеры должны, по крайней мере, в паре десятков метров. Разбиралась в ситуации Наталья Новикова. Родной любимый дом. Неважно, живем ли мы в нем много лет или только-только переехали. Хочется, чтобы было комфортно и спокойно, а под окнами свежу от зелени. Но что делать, если во дворе вместо цветущей сирени благоухают помойные контейнеры? Вместо шума детворы на детской площадке приходится наслаждаться грохотом загружающейся техники и день за днем наблюдать, как есть же, разбиваются дороги, по которым и без того в ненастную погоду не проехать. У жителей домов номер 23В и 34 по улице 2-й Железнодорожной пока все это только в перспективе. На месте планируемого места под мусорные контейнеры заложен лишь фундамент. Но, по словам жителей окрестных домов, все прелести скорой плохо пахнущей жизни совсем не за горами. Уже на днях местное ЖЭО должно довести дело до конца и установить мусорные контейнеры. Двор у нас, в принципе, как бы не облагоустроен, по большому счету. Если брать помойки, которые поблизости находятся, то они все, в принципе, в пошаговой доступности. Никогда проблем особых не было с их перегрузом. То есть всегда как бы всех все устраивало, никто нигде не жаловался. Но здесь как бы вот по словам жильцов не поделили ЖЭО что-то между собой. И поэтому хотят разделить, чтобы у этого дома была тоже своя помойка. Но так же, как и мы, жители частного сектора, жители дома вот этого, они тоже против. У них, получается, она стоит вообще прям напротив подъезда. Выходишь и упираешься как бы в мусорные баки. С одной стороны, дополнительные мусорные контейнеры в районе, где много жилых домов, это неплохо. Вопрос в том, почему помойку решили организовать именно практически под окнами домов. Причем не соблюдая необходимую установленную законом дистанцию 20 метров. Мы собственноручно рулеткой измерили расстояние до ближайшего дома. Получилось меньше 15. До другого едва-едва 20. Но жителям все равно хочется посочувствовать. Вид и запах из окна вряд ли будут их радовать. Не перед же подъездом, не знаю, но куда-нибудь в сторону ее отнести. Есть варианты там поставить еще куда-нибудь ее как-нибудь подумать, огородить. Но так как хотят и здесь поставить, как нам сказали, просто будут стоять мусорные баки, никаких экранов, ничего. То есть просто два контейнера, в которые все будет скидываться. Пока в планах у жителей теперь уже злополучных домов написание писем во всевозможные городские инстанции с надеждой, что это недоразумение и установки контейнеров все же не произойдет. А в мечтах детская площадка и отремонтированные дворовые дороги. Чем обитатели второй железнодорожной хуже других? По всей видимости искать правды у начальства обитателей улицы посчитали делом долгим. После выхода репортажа в эфир мы связались с нашим визави Михаилом Николаенко. И он сообщил, что площадочку под контейнер, которая была приготовлена под асфальтирование, разнесли в дребезги. Ну что ж, честно говоря, этого стоило ожидать. Наверное, надо все же предусмотреть место под мусоросборник, посоветовавшись с местными жителями, как говорится, к общему глубокому удовлетворению. На этой неделе под выходные в Рязани открыли еще одну мемориальную доску Сергею Весенину. Ее установили на фасаде дома номер 98 по улице Горького, где когда-то процветало уездное по воинской повинности присутствие. Здесь 20-летний поэт призывался на Первую мировую, так что военкомат царского времени теперь получил прописку в вечности. По крайней мере, пока будет жить в памяти имя Есенина. И это, по всей видимости, будет первый военкомат, прославившийся благодаря дезертиру. Ведь хотим мы того или нет, а санитар Сергей Есенин с войны ушел в самоволку, да так на нее и не вернулся. Впрочем, вскоре и возвращаться-то стало некуда. Но это уже другая история. Эта мемориальная доска памяти Есенина стала пятой по счету в нашем городе. Кстати, и даты, связанные с ее открытием, весьма символичны. 120-летие со дня рождения поэта и столетие с начала Первой мировой войны. В дальнейшем, кстати, планируется создать настоящую карту есенинских мест. Ведь имя нашего земляка известно во всем мире. И туристы, поклонники творчества Сергея Есенина с удовольствием будут посещать памятные места. Даже такие, как это бывшее присутственное место. Всем же интересно будет послушать, что здесь был уже состоявшийся молодой поэт. Здесь на него, возможно, строго смотрел тогдашний военком. Дескать, армия, сынок, это тебе не стишки, кропать. Где оно теперь, то присутственное место. И давным-давно ушел в небытие тот старинный дореволюционный военком. А есенин по-прежнему наше все. Даже сбежавший в свое время с войны. Той самой, про которую сейчас так много говорят. Продолжает программу репортаж из Солочинского интерната, куда выезжали с творческим визитом представители узбекской национальной культурной автономии «Алмаз». Просмотр видеофильма об истории древних городах Узбекистана, Бухаре, Самарканде и Хиве, которые международной организацией ЮНЕСКО внесены в список городов мирового наследия, произвел на зрителей неизгладимое впечатление. Призывы к здоровому образу жизни, к понятиям вечным истинным этикоморальных качеств, совершенствование тела и духа физической культуры и спорта, отраженные в социальных роликах «Спорт – это наш выбор» и «Спорт объединяет», вызвали живой и неподдельный интерес у мальчишек и девчонок. Как важно вовремя, доступно и ненавязчиво донести до подрастающего поколения, казалось бы, простые, но такие важные аспекты жизни. Нет сомнения, что знания ребят в области истории, биологии и географии пополнились еще более интересными фактами о великом шелковом пути, который связал Восток, Россию и Запад, о рождении шелка, то есть о чуде из чудес шелкопряде, о белом золоте Узбекистана «Хлопчатники», о великолепных изделиях прикладного художественного ремесла, о диковинах духовной и музыкальной культуры, далекого и солнечного края. На сегодня все. Мы завершаем нашу программу практически вместе с сентябрем. На следующей неделе, в 3 октябрь, как говорят пессимисты, уж зима катит в глаза, а мы вместе с оптимистами воскликнем. Ах, новогодние праздники, вы стали еще ближе. На то мы порешим. А для того, чтобы вам, уважаемые зрители, было нескучно расставаться с нами, даем клип о недавно проведенных учениях наших спецслужб по пресечению зловещего замысла. Отряда террористов, которые осмелились напасть на целый секретный арсенал, расположенный в Энском районе. Ну, как вы понимаете, наши победили. А за всем прощайте, но ненадолго. До встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА